Вот почему церковь в России против ЛГБТ? Это очень интересный вопрос на самом деле, потому что, как бы, по идее церковь должна идти наоборот к тем, кого притесняют. Я Александр Хмелев, и я являюсь священником независимой католической церкви. Да, наша церковь является старокатолической, одной из старокатолических церквей. И в нашем первоучении есть такой момент, что мы принимаем каждого человека, вне зависимости от его сексуальной ориентации или гендерной идентичности. И то, что любая любовь – это любовь. При причине. Потому что над нами всегда висит опасность того, что нас раскроют, нас будут шинтажировать. Когда узнают о том, что мы гомосексуальны или трансгендерны, или вообще небинарны, к примеру. И вот тут нас окутывает страх. Я недавно был на Кубани. И в итоге каждый в моем городе знал о том, что я гей. И этот же слух дошел до моих родителей. Вот. Это было жутко на самом деле, потому что бабушка, естественно, начала сразу же. Мы тебя таким не растили, мы тебя таким не воспитывали, прочее, прочее. Вот. До этого все ты там читаешь в интернете, тебе мозг запудрили, значит, прочее, прочее. Ну, это было жутко, это было ужасно, после чего я загремел в больницу. Потому что, ну, это невозможно было там находиться в Междуреченске. Потому что это не выйти, не погулять спокойно, потому что какой-нибудь человек, который просто идет, видит меня и там начинает, а вот ты пидорас, там, или еще что-то, такие гомофобные речи были. Некоторые, была также публикация вот про, в этом прайде, кстати говоря, в этом году у нас была провокация от сотрудников полиции. Вот, то есть, нас просто задержали, просто не дав нам даже разойтись, потому что мы имели право пять минут. Естественно, всем дали штрафы в итоге, суды, вот, мне штраф дал самый большой штраф. Поэтому я думаю, что когда-нибудь, когда-нибудь люди скажут нам спасибо за то, что мы делали когда-то, за то, что мы делаем сейчас.